Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Друзья, впереди выходные, я традиционно очень хочу, даже настаиваю, чтобы вы провели их как можно лучше, с хорошим настроением. Жду вас в понедельник, будет снова много отчетов, много статистики, очень интересный фундамент у нас тянется с прошлых недель и мы вместе продолжим анализировать глобальные тенденции и пытаться максимально точно определить, куда интересующие нас финансовые активы могут пойти дальше. Ну а пока что текущая торговая сессия – это резонанс, конечно же, реакции трейдеров на последние события, в частности, на выход данных по инфляции. Я бы не сказал, что движения интересные, в целом еще есть такие инерционные движения на фоне укрепления доллара и локального ослабления рисковых активов. Важно понятие, что будет уже на следующей неделе после того, как рынок успокоится, переварит, переспит через выходные, как бы передрифует вот эти шокирующие данные по инфляции и в понедельник, собственно, мы традиционно вернемся к анализу, посмотрим, где активы есть сейчас, точнее, где они будут и что с ними может произойти дальше. Ну а пока что, что у нас на повестке экономического календаря? Сегодня, пожалуй, из отчетов стоит выделить только Мичиганский индекс потребительских настроений в США, но не уверен, что он окажет прямо уж серьезное влияние на курс доллара, потому что те, кто сейчас делают ставку на трейдинг именно по доллару, по индексу американской валюты, им достаточно топлива фундаментального, которое они получили после выхода данных по инфляции. Какие-то другие релизы, они уже не нужны. Единственное, что может серьезно перезагрузить мышление инвесторов, это выступление, комментарии влиятельных чиновников ФРС и самого Джерома Пауэлла по перспективам американской монетарной политики с учетом того отчета по инфляции, который мы видели. И изменились ли эти перспективы? Потому что, согласно заседанию ФРС, которое состоялось уже две недели назад, мы помним, что американский регулятор тогда готовил нас к тому, что инфляция будет расти. Цифры, конечно же, не обозначались, и все просто допускали, что какой-то восходящий тренд, траектория прироста на 0,3-0,4% в месячном выражении, это то, что будет дальше. Но вот реальные цифры, они, конечно же, выше. И стали ли эти реальные цифры причиной, из-за которой ФРС откажется от своих прежних слов и все-таки увидит больше оснований для того, чтобы действовать раньше, чем ожидалось. Но, опять же, это только лишь предположение, друзья. У нас по фактам только лишь то, что мы помним от регулятора по итогам последнего заседания относительно того, что инфляция вызвана временными факторами. Она какое-то время будет еще расти, но потом непременно начнет снижаться и стабилизируется в районе целевых значений. ФРС тогда дал нам четко и ясно понять, что не будет корректировать процентные ставки в ближайшее время. Друзья, я, честно говоря, не знаю, станет ли последний отчет по инфляции все-таки причиной, из-за которой мы, так же, как и многие участники рынка, поверили в то, что ставки будут повышены не то, чтобы в конце 2022 года, а, например, уже в середине 2022 года, когда ФРС при текущих темпах сокращения программы количественного смягчения полностью ее свернет. И вот эти сомнения, вопросы, которые у нас есть, на них может ответить только сам регулятор. В следующей неделе, к сожалению, не будет никаких значимых выступлений, но вот через неделю уже, да, мы сможем дождаться пресс-конференции Паула и послушаем его и попробуем дальше разобраться в том, что будет с долларом. Также напоминаю, друзья, то, что до Дня Благодарения в США, это последняя неделя ноября, будет решен еще очень важный вопрос для американского регулятора и, возможно, даже в целом для доллара и финансовых рынков. Это вопрос преемственности главы Федрезерва. Сейчас это Джером Пау, но мы, так же, как и многие инвесторы, активнее обсуждаем вот эти кадровые потенциальные перестановки, в результате которых пост главы ФРС может занять Лайль Брейнард. Это уже практически известный факт, что вот эта перестановка произойдет. Я полагаю, что вряд ли Джо Байден сохранит республиканца именно во главе Федрезерва. Ему нужен свой человек и не просто так уже несколько раз за последние две недели у него была личная встреча с Лайль Брейнард. Напомню, что многие считают, что курс Брейнард будет более мягкий, чем у Джерома Паула, поскольку она начнет фокусироваться больше и сосредоточиться, прежде всего, на обеспечении максимальной занятости. Я думаю, что такая задача, она несовместима с преждевременным ужесточением монетарной политики. Ну, будет видно, друзья. На текущем этапе я предлагаю сфокусироваться на нескольких идеях, которые неплохо себя в плане фундаментального фона как бы преподносят. Это инфляция в США, которая разгоняет золото, и золото растет, золото, ставка на дальнейшее восходящее движение и на тест 1900 долларов за тройскую унцию. Золото и серебро действительно пользуются спросом, потому что это два актива, которые исторически проверены, являются исторически проверенными инструментами хеджирования рисков. И в текущих условиях, когда инфляция в США остается на максимум за последние 30 лет, это нормально, что участники рынка начинают переориентировать свои капиталы в сторону защитных активов, таких как драгоценные металлы, для того, чтобы минимизировать риски. Я много раз вам говорил, что в таких условиях очень трудно найти альтернативу. Обычно альтернативу найти несложно, когда есть облигации с хорошей доходностью. Но когда доходность облигации с учетом инфляции в США фактически отрицательная, у инвесторов нет других вариантов для инвестирования, кроме как перекупленный фондовый рынок, в который уже многие не торопятся. Залазить считают, что очень скоро могут назреть серьезные масштабные коррекции. Поэтому рынок драгоценных металлов, ну если, конечно же, вы не криптоэнтузиаст, считающий, что биткоины либо какие-то топовые альткоины являются сейчас лучше страховкой от инфляции. Но таких немногие. Многие верят, большинство точнее верят в классические защитные активы, такие как золото. Поскольку есть все-таки уверенность, что в следующем месяце точная инфляция выйдет на новые уже максимумы. Поэтому, друзья, я снова обращаю ваше внимание. Золото не просто так сейчас пользуется таким спросом. Золото сохранит восходящее движение, останется вот в этой траектории роста и может легко добраться до 1900 долларов за тройскую омсу. Сейчас котировки 1856, поэтому есть еще возможность заработать прилично в рамках этого движения. Нефть. Я также здесь сохраняю ставку в лонг. ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть на конец этого года на 160 тысяч баррелей. И, честно говоря, я в этом не увидел какого-то негатива, потому что снижение спроса по сравнению с прошлым прогнозом на 160 тысяч – это не так уж и много. Точнее, это фактически даже символичные изменения. Но их ожидания снижения спроса могут лечь в основу того, что по итогам следующего заседания ОПЕК, которое состоится в начале декабря, страны-участники аналитического пакта также не согласуют дополнительный рост нефтедобычи. Объясняя сомнениями в том, что спрос будет достаточен, чтобы покрыть и обозначить аппетит на то предложение, которое могло бы дополнительно на рынок поступить. В этом я вижу бычий сигнал. И снова напоминаю вам, что достаточно признаков уже того, что предложение не достает до спроса. И на фоне актуальной тематики глобального аналитического кризиса до конца этого года бренды WTI смогут, на мой взгляд, обновить многомесячные максимумы. Бренд я жду, так же, как и аналитики Goldman Sachs, в районе 90 долларов за баррель. По британской валюте 1,3360 фунт разочаровал. Вчерашняя статистика очень сильно подвела. Третий квартал экономический рост 1,3% с роста на 5,5% во втором квартале. И на таких данных, конечно же, вероятность ужесточения политики резко снижается. От фунта я отказался. Доллар канадец из-за веры в рост нефти. Думаю, что пара доллар-канадец может еще развить нисходящую динамику. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Всем пока.